Приветствую вас, давайте с первого мы с вами разберем ваш текст, а потом я отвечу вам на ваш вопрос, что можно порекомендовать или подытожить. Первое, что мне очень сильно бросилось в глаза, это то, что мне тематика вашего вопроса показалась познакомой. Почему-то где-то когда-то то же самое, вся та же самая ситуация, что дети от прошлого брака, от предыдущего брака живут в квартире уже новой жены, которая является автором текста. Эти дети не очень хорошо к ней относятся, несмотря на то, что человек выделяет им свою квартиру. Ну и муч, собственно, там тоже такая история. Значит, соответственно, я на этот вопрос тогда отвечал. Если это были вы, то посмотрите, может быть, переслушивайте мой ответ. Соответственно, если нет, то простите. Значит, второе. Это то, что по факту очевидно, что вы уже довольно серьезный, взрослый, зрелый человек. И давать вам рекомендации, основанные только на вашем тексте, небольшом, ну, мне кажется, несколько удаленно от реальности, потому что для рекомендаций конкретных вам нужно поговорить с вами, может быть, даже с вашим мужем, чтобы уже какие-то задать вопросы, чтобы лучше понимать картину. А так, получается, все равно какая-то, кстати, игра вслепую, да? То есть, вот, вы текст написали, вы в него вкладываете свою интерпретацию, соответственно, мы текст прочитали тоже. И мы вкладываем уже в смысл этого текста тоже свою какую-то интерпретацию. В итоге может получиться разлад, расхождение между тем, что, допустим, вы хотели сказать, да, и тем, что скажем мы. И в итоге у вас появится ощущение, что вас не услышали, не поняли и так далее. Далее, значит, хотелось бы спросить вас, Мария, вот рекомендацию какого рода вы хотели бы получить? То есть, у вас нет вопросов, значит, вы как бы, ну, кроме одного, да, что, значит, пока нет детей, стоит расходиться. У вас нет вопросов, вы просто хотите рекомендацию или совет. Какого рода? Что вам делать? Как себя вести? Какого рода? Подумайте с собой. Потому что, если вы за советом, да, то совет объективно может дать кто-кто. Ну, ваш друг, коллега, родственник, но не психолог. Психологи советов не дают, да. Психологи дают рекомендации. Психологи выявляют проблемы и, соответственно, эти проблемы решают. Но для того, чтобы проблему выявить, вы предоставили мало информации. О вас. О взаимоотношениях с мужем своих. Детальных. Слишком общим получился ваш текст для рекомендаций. Я его, конечно, проанализирую. Я, конечно, дам вам эти рекомендации. Но хотелось бы, чтобы вы сами для себя определили, вот насколько для вас серьезна вся эта ситуация. И если серьезно, то почему вы задаете общий, хоть и платный вопрос, а не за те же или меньшие деньги? Не консультируйтесь с психологом приватным, который более подробно, да, за час, ну, как минимум, рассмотрит вашу ситуацию, задаст вопросы и более детально, более точечно даст вам рекомендации, вот чем обусловлен этот ваш выбор. Подумайте. Может быть, нежелание копаться в проблеме, потому что есть подсознательный страх, что это в вас все дело. Может быть, вы своего мужа уже не любите и хотите от него уйти, и сейчас подсознательно ищите повода для этого, чтобы уйти, потому что иначе вы чувствуете вину перед ним за то, что вы уходите по такому пустяковому способу, по такому пустяковому поводу. Но если так, то получается, что черту вины у вас откуда? Откуда? Почему? По поводу чего? Понимаете ли вы, что это делает вас не свободной в отношениях не только с мужем, но и с собой. Итак, значит, я в браке три года. Ну, понимаете как? То, что вы в браке три года, это значит, конечно, кое-что, но немного. Не так много. Важно, скорее, сколько вы вместе вообще с мужем, сколько вы его знаете, как давно знакомы, какие у вас были отношения, почему за столько времени нет детей. Вот. Ну, вы вот говорите про детей, да? Такие моменты важны. Далее вы начинаете как бы оправдывать. То есть, смотрите, вы задаете вопрос анонимно, да? То есть, ваш профиль мы посмотреть не можем. Историю ваших вопросов посмотреть тоже не можем. Вы говорите, что мужа из семьи не уводила. То есть, кто-то, получается, обвинял вас в том, что вы его увели. Либо вы сами думаете, что о вас могут так подумать. То есть, вы боитесь общественного осуждения. Это значит, что вам оно дорого, вам оно важно. А если так, то можно говорить о том, что у вас постоянно происходит борьба. Того, чего хотите вы, и того, чего хочет, собственно, вот это вот супер-эго. Ну, за трек обычно проявляется в виде голоса родителей. Тут нужно подумать, почему вы начинаете свой текст с такой фразой. Мы не знаем еще ничего о вас. Мы не знаем, но хорошо, даже если у него есть прошлый брак. Хорошо. Мы есть дети, которым 19 и 17 лет. Кстати, вот по возрасту я тоже так напоминаю, что вроде бы в том вопросе тоже такие же года были у детей. Вот. Почему вы оправдываетесь? Где здесь, вот в этой фразе, да, где здесь борьба у вас? По поводу чего конфликт? Кто с кем борется? Далее, познакомились уже значительно позже, после их развода с бывшей женой. Но опять, как будто бы вы оправдываетесь. Как будто бы вы ожидаете какого-то давления на себя. Или, я не знаю, может быть, осуждение, может быть, ждете, что мы вас, я не знаю, учить будем жизни, что вот вы неправильно поступили и так далее. А может быть, вы сами себя вините, да? Вы можете отделаться от мысли, что из-за вас муж не вернулся к своей жене, которая его ждала, да? И вы не смогли принять те чувства, которые муж вам дает. То есть, вы не можете принять то, что вам дает ваш муж, его чувства, чувства другого человека. Почему? Ну, скорее всего, скорее всего, судя по тому, что вы оправдываетесь, ну, я могу предположить, вот видите, именно предположить. Не сказать точно, не задать вам вопрос, чтобы уточнить, да? А именно предположить, хотя может быть, все и по-другому. Что вы испытываете потребность собственной значимости. У вас есть недостаток ее значимости своей. Почему так? Трудно разбираться. Если это есть. Давайте. Дальше. То есть, в любом случае, здесь вот есть какой-то конфликт уже между вами и мужем. А вас с собой. То есть, где-то тут есть конфликт. Может быть, вы себя не принимаете. До конца. И из-за этого не можете принять чувства мужа. То есть, свои чувства вы не принимаете на веру. Из-за этого не можете принять чувства другого человека по отношению к вам. Свои чувства подвергаете сомнению, говорите, что они неправильные. Иначе подвергаете сомнению чувства другого человека, вашего мужа. Которому вы, заметьте, вы не верите, не верите. То есть, основная проблема в том, что у вас нет к нему доверия к мужу. Далее. Которая ждала его возвращения несмотря на... Так. Несмотря на... Что? Вы не дописали, видимо, это предложение. Потому что это несмотря на... Как бы обрывается. Значит, ну опять же. Какое вам дело, да? Дала она его или не дала? Если женщина не смогла мужчину отпустить, значит, это ее проблема. У нее эмоциональная привязка к этому мужчине. Ее ответственность. Даже не ответственность мужа, а тем более не ваша. Именно ее. Далее. От прошлого брака у него родственник 12 лет и дочь 17 лет. Которая сейчас живут в моей квартире в Петербурге на время учебы. Пока не определенно. Это вот тоже показалось незнакомым. Где-то я это уже читал. Значит, эээ... Ну, здесь я бы хотел вам задать только один вопрос. Да, то есть, почему так? То есть, с какой целью, для чего вы предоставили свою квартиру в пользование детям мужа? Разве не муж? Не следует ответственность за своих, в принципе, уже взрослых детей, которые могли бы и сами себя обеспечивать. Ну, сын, например, точно. Как бы в 19 лет уже можно работать вполне. Непонятно. Также непонятны ваши ожидания по поводу того, что произойдет в результате предоставления квартиры детям. То есть, чего-то вы ждали, чего-то вы хотели, на что-то рассчитывали и так далее. Если да, то почему, с какой целью и так далее. Очень важны обстоятельства, в которых вы предоставили свою квартиру. То есть, как это произошло. Вас попросил муж, или вы сами предложили. Или муж поставил вас в такое положение, что вы не могли мне предложить. Тоже такие очень важные моменты. Далее. Почему неопределенное время? То есть, учеба – это время как раз таки определенное. То есть, лет пять, может быть шесть, если заочно не больше. Мы живем в Москве. Дети относятся ко мне не особо доброжелательно, но и больших пакостей не делают. А маленьких пакостей? Маленькие пакости они вам делают. Большие пакости – как раз это не так страшно, как маленькие. Именно мелочи больше всего развращают. Знаете, говорят, дьявол в мелочах. Вот это вот как раз про эту историю. То есть, если вам делают маленькие гадости пакостей, то это вас развращает. Почему? Потому что большие не вызывают ассоциаций. Никаких ассоциативных рядов большие пакости не вызывают. Да, это проблемы, да, это сильные переживания, но они самобытные. А маленькие, да, находят голосок в прошлое. И из-за этого они такие тяжелые. Поэтому тут нужно разбираться. Делают ли дети вам пакосты маленькие? Почему не особо доброжелательно относится? Вроде как взрослые уже. Понимаю, да. Ну, по крайней мере, вот вы в браке 3 года. Ну, соответственно, дочери было 14, сыну 15. Ну, то есть, были подростки. Они тоже такие, знаете, довольно большие как бы люди. То есть, довольно взрослые уже. То есть, тут вопрос даже не доброжелательного отношения к вам, а того, чего они желают для отца своего. То есть, хотят ли они, чтобы он был счастлив или нет? Если не хотят, то простите. Папа как бы здесь сам несет ответственность за то, что он разбавил своих детей. Скорее всего, на чувство вины за то, что ушел. Понимаете? И это же самое чувство вины может проявляться в ваших отношениях. Если вы оба себя меняете за что-то. Это чувство вины может проявляться в том, что вы отдали свою квартиру детям, вместо того, чтобы могли ее сдавать и получать доход личный. Ну вот. Тут нужно вот с этим тоже моментом разбираться. Почему вы, несмотря на такое недоброжелательное отношение детей, все же отдали им квартиру? То есть, ну логично, что если к вам люди относятся недоброжелательно, то и делать для них ничего не надо. Но вы делаете зачем? И чего ожидали? И для чего вам то, чего вы ожидали? Мама периодически к ним ездит в гости, настраивает их против меня. То есть, забавная история получается. Мама ездит в гости к детям, которые живут в вашей квартире и настраивает их против вас. Разве сами условия квартиры, точнее, сами условия проживания детей не демонстрируют то, что ваша позиция к детям самая, что ненавидит оброжелательное? Не считаете ли вы это абсурдным, не считаете ли вы это чем-то детским, недостойным взрослого человека? Как вас это задевает, то, что она настраивает? Но все-таки пора, если настраивает, забирать свою квартиру, а людей, не умеющих быть благодарными, учить этому, ну, учить, ценить то, что для них делают. Но вы боитесь, скорее всего. То, что вы боитесь, вам написал мой коллега Кудрыщев Игорь Леонидович. Его повторять я не буду. Вы пишите, что у вас нет детей. А зачем вам дети? Для чего они вам? Просто вот, для чего вам дети? Какой они должны цель выполнить функции? Что они должны дать вам, детям? Так, сегодня речь зашла о прошлой жизни мужа. Как? Почему? Зачем? Для чего? На основании чего? Почти час он с упоением. Вот видите, у вас тут есть в гости, в кавычках, с упоением, в кавычках. Ну, если в гости еще хоть как-то понятно, что вы имеете в виду, то вот с упоением не очень. Ну, что значит, в кавычках. Даже предполагать, если честно, ну, можно, конечно, но это будет просто гадарно. Понимаете? Вот что значит с упоением? Муж рассказывал. Он погрузился в то время, когда ему было хорошо, в то время, когда он чувствовал себя покойным, счастливым при детях и так далее. Возможно. У человека ностальгия. Знаете ли вы, как работает ностальгия? Если нет, то я рекомендую вам почитать про образы человека, как он строит образы. Я просто смог бы здесь это рассказать, но мне кажется, что это долго будет очень. Вот. Скажу вкратце, что то, что в прошлом, очень часто идеализируется именно в силу того, что оно уже прошло и все плохое забывается и остается только хорошее. Этим обусловлено наличие ностальгии у человека. Попробуйте сами об этом почитать, я думаю, если есть желание. Я думаю, вы сможете найти более подробную информацию, но суть вот в этом. Суть в этом. То есть, когда тот человек чувствовал себя, ну, скажем так, на коне, да, у него были дети, у него все было. Сейчас он слаб, да. Но мужчина, может быть, не чувствует себя слабо спокойным, потому что, например, у вас нет детей. Или потому что у него это второй брак. Или потому что его мучает чувство вины. Или, может быть, почему-либо еще. Неважно. Неважно. Сейчас ему неспокойно. И поэтому он астальгировал. Ему кажется, что в то время, тогда, было более хорошим. Более лучше. Но не потому что он любит жену бывшую. Или не любит вас. И не потому что там было лучше, а здесь хуже. Просто потому что в силу разницы в положениях, в силу того, что мужчине по факту пришлось заново выстраивать свои отношения. С вами. Заново строить семью. Это тяжело. Несколько раз один и тот же путь проходить сложно. Строить что-то новое. Тоже сложно. Вашему мужчине, ну, как минимум за 30. Может быть, даже за 40. Для такого человека это очень сложно. И, естественно, когда у него уже все было, когда не надо, он всего строит. Это время кажется более легким. Но это ностальгия. Только и всего. Так, а значит, он рассказывал о том, как они жили с бывшей женой и что мне не особо понравилось. Мария, ну, можно очень много говорить о том, что вам медвежит. Страх, одиночество, неуверенность в себе, комплексы, детско-родительские отношения, детский сценарий, ваш личный опыт, представление о себе. И, там может быть, ассоциативный ряд какой-то, личные убеждения. То есть, все это очень много. Правда. Но вопрос, который нужно задать вам, он такой. Почему вам это не особо понравилось? Это прошлое вашему мужу. Это прошлое вашего мужа. Прошлое. Как бы... Оно часть его жизни. Часть его жизни. Вы своего мужа любите? Ну, наверное. Ну, априори, да? Априори, наверное, любите. Если любите, значит, что? Принимайте его таким, какой он есть. Если вы принимаете его таким, какой он есть, то вы принимаете то, что его жена и дети имеют огромное отношение для него. По-прежнему, жена хотя бы потому, что она мать его детей. Что-то это дозначит. Почему вам не понравилось? Что именно вы почувствовали? Какое чувство возникло в тот момент? Кем вы себя почувствовали? Как вы себя почувствовали? Что вы начали думать? Он это понял? Как? И в итоге заявил, что это большая часть его жизни, что она мать его детей и много в жизни прожили. Это так. Какое отношение это имеет к тому, что у него еще есть чувство исходя из таких слов? Это ваша интерпретация. Это ваши мысли. Если бы мужа были чувство к жене, он бы от нее не ушел, он бы не развелся с ней, разве нет? Дальше. А значит, пока нет детей, споет расходиться? Это вы спрашиваете у нас. Споет вам расходиться или нет? То есть вы что, если сейчас хотите ответственность на нас перенести за свою жизнь? Что будет, если сейчас людей скажут вам да, расходитесь, а сейчас другие люди скажут нет, не расходитесь? Как вы будете себя вести в этой ситуации тогда? Знаете, в этом случае рекомендация такая. Вот. Идеальная. Давай. Вперва попробуйте с Мунем построить отношения. Отлично. То есть, может быть, ему что-то не хватает, может быть, вам что-то не хватает, может быть, вы где-то избегаете от чего-то. Попробуйте, мужчине, дать, все, что ему нутить. Вот. Попробуйте сделать его счастливым. И вот если вы сделаете его счастливым, если вы сделаете все для того, чтобы он был счастливым, и мужчина все равно будет с упоением рассказывать о том, как он жил с бывшей женой, это да, значит, человек живет в прошлом. Но опять же, опять же, такое впечатление, что это прошло только сейчас. Пришло, точнее. Неужели раньше он никогда не давал нам такого повода? Неужели раньше он никогда не говорил о бывшей жене? Кстати, а если чувства у него к жене остались, почему он с вами? Зачем? Для чего? Подумайте об этом. Тоже. Тем более, бывшая со злости настроена ко мне, хоть открытых конфликтов с ней у нас не было и мы не общались. А какое это имеет отношение? Какое отношение имеет бывшая к тому, что происходит у вас с вашим мужем? Наши детей настраивают нас в вас, а не мужа. Смотрите, муж говорит, что человек, она тяжелый. Из-за этого с ней ротаж. Ну и все. Ее тяжесть никуда не делась. И поэтому он с вами, а не с ней. А вот вы, судя по всему, в себе не уверены. Как женщина. Причем не просто как женщина, а именно как женщина определенного мужчины. То есть вы не уверены в том, что для своего мужчины, для своего мужа вы можете быть той самой единственной женщиной. Уже были рассказы про его жену. Вы сами это подтверждаете. И почему-то только сегодня, когда речь зашла о прошлой жизни мужа, вас накрыло. Что случилось? Какие сомнения вырвались на свободу? Какие мысли наконец поднялись из подсознательного и перешли всознательного? Что вы хотите расстаться с мужем? Да? Разойтись с ним. Я уверен, это было у вас всегда. Изначально. С самого первого дня знакомства. Или с самого первого дня, когда вы узнали, что у него есть прошлое, дети там, жена и так далее. И почему вы ставите под сомнение выбор своего мужа? Он выбрал вас. Он выбрал быть с вами. Имеете ли вы право подвигать его выбор с сомнением, только основываясь на том, что он вам рассказал о своей прошлой жизни? Это ностальгия. Никакие, никакие воспоминания. Это часть жизни человека. Почему вас это задевает? Что у вас с ним таких воспоминаний нет? Или что у вас вообще таких воспоминаний нет? А может быть задевает то, что детей нет у вас с ним, а вам детей и хочет. И из-за того, что у вас нет детей, вы чувствуете себя неполноценной, а может быть просто проигрывающей бывшей жене. Ну поймите, дети не аргумент. Если вы не уверены в себе, то дело не в детях. Дело в восприятии себя. В образе себя. В том, как вы себя видите, в том, как вы себя воспринимаете, в том, что считаете своими плюсами, минусами и так далее. Вот в чем дело. И именно на это стоит обратить внимание. Понимаете? Ну это как бы вот в дополнение к ответу Пудрыщева и Игоря Леонидовича. То есть повторять его слова в принципе я не буду. Он все правильно сказал. Это как бы в дополнение. То есть вот. Отталкиваясь от общего посыла. То есть вот Кудрышев, он попытался попасть в самую важную часть вашей психики. Я постарался сделать то же самое, только более планомерно, более подробно. Очень хочется верить. Вот. Ну а лучше или нет, это уже определять вам. Вот в принципе и все. Исходя из того, что можно порекомендовать или подытожить. Значит подытожить можно то, что вы не уверены в себе. У вас есть своя личностная проблема. Которую муж, жена, бывшая его и дети, а также квартира и отсутствие ваших детей как бы подогревают. То есть конфликт у вас свой, внутри личностный, но внешне обстоятельства его подогревают. Из-за этого вы чувствуете себя здесь комфортно и хотите выйти из этой ситуации, которая заставляет вас шваку чувствовать себя некомфортно. Вот. Вместо того, чтобы понять, а в чем же некомфортно. Это называется избеганием. Вот. В некоторой степени можно сказать, что вы находитесь в эмоциональной зависимости от своего мужа, являясь участником треугольника Хартмана. И в нем вы носите роль или выполняете роль такой преследователя жертвы. То есть вы преследователь в начале, то есть вам не понравилось, вы же мужчина наших защищаться, но в то же время вы и жертвы. У него свод, у него чувства к ней еще есть, детей нет, но надо убегать, расходиться, от меня ничего не зависит, я ничего не могу. Из этого состояния нужно выходить. Из этого состояния нужно выходить. первое, что нужно сделать, это вот в такие моменты говорить себе стоп и задавать себе вопрос. Кто я сейчас, в данный момент? Преследователь или жертва? А может быть и спасатель, если ваш муж был жертвой, а вы его спасали. Для чего я это делаю? Какова будет моя расплата за то, что я это делаю? Что мне будет за это? Вот вы, например, его спасли, да? Расскорь вина, чувство вины, что вы разрушили семью, например. Это и есть расплата. И как можно этого, того, чего вы хотите, добиться по-другому? Выходите из треугольника Кармана. Значит, это вот рекомендация. Такие. Ну, помимо тех, что уже были сказаны, да, про отношение к себе, про размышления на тему, по тему вопросов, которые я поднял, они тоже должны вам дать определенную пищу для размышлений, чтобы вы увидели ситуацию немножко под другим углом. На этом все. Исходя из вашего текста, больше добавить мне нечего. Надеюсь, что мой ответ помог вам хотя бы немножко, хотя бы частично. Если у вас остались дополнительные вопросы, они не могли не остаться, их не могло не остаться, пишите мне в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok